Это точно рай для косплееров. Просто посмотрите на этот нереально крутой шлем. Он очень и очень правдоподобный, прям-таки детализированный. Кстати, он, судя по всему, достаточно большой. Еще один интересный факт. У этой маски светятся глаза. Да, синим цветом. И это просто кайф. Блин, конечно, такая маска нужна не каждому. Думаю, она зайдет косплеером или просто фанатам фильма. Так-то крутая вещь. Выглядит очень даже качественно. Ничего здесь сказать не могу. В домах устанавливают домофоны с видеозаписью. Через приложение владелец квартиры может посмотреть на пришедшего человека. Для людей, живущих в частных домах, тоже есть такое устройство. Короче, тот же самый домофон, только вы его сами покупаете и устанавливаете. Вот так выглядит это устройство. Мне нравится, прикольный дизайн. В общем, крепите вы всю эту конструкцию, скачивайте приложение. Дальше как по маслу. Скачали, зарегистрировались, все подключили. И спокойно отслеживаете все, что хотите. Годно, считаю вполне себе. А это самоскладывающийся магнитный кабель. Пришел в пакетике. Внутри отдельная упаковка. Можно на продажу. Шнур резиновый и мягкий на ощупь. Есть основа, а на нее надеты магнитики с длинными втулками. Светится слабо. Возможно, нужно больше времени для набора света. В первый раз в телефон входит туго, даже не заряжался. Но потом пошло. Через месяц понял, что это охрененная штука. Сколько пытался найти удобный зарядник. Этот лучший. Посмотрим, насколько хватит. А это клейкая лента. Китайский вариант двустороннего скотча. Правда, она мощнее, чем я брал в обычных магазинах. Те клеят листики и всякую мелочевку. Это даже картины на стене выдерживает. Лента не оставляет никаких следов. Проверял на столе, полу. А вот с обоими рисковать не стал. Что-то пока мне не хочется их переклеивать. Но самое главное, из-за чего мы, собственно, и собрались, ленту можно мыть и использовать повторно. Лично мой внутренний еврей доволен как никогда. Знаменитое оружие Кратоса. Могучего и жестокого убийцы богов из культового эксклюзива для консолей PlayStation. Причем изготовлены были они не каким-то простым кузнецом из крестьянской деревни, а самым настоящим богом войны в темных и страшных глубинах подземного мира. Они имеют весьма необычную устрашающую форму и в прямом смысле скованы цепями со своим хозяином. Отличное оружие для такого персонажа, как Кратос. А это конструктор от Xiaomi. В наборе имеется порядка 900 деталей, из которых собирается радиоуправляемая мини-копия настоящей гоночной машины. Именно в наличии мотора и заключается ее главное отличие. Управляется данное чудо-технике с помощью Bluetooth через мобильное приложение. В приложении также есть 3D-модель машины. Ее можно вращать, смотреть на каждом шаге. Это даже слишком просто. Кстати, после сборки остается много запасных деталей. Это маленький отпариватель от Xiaomi. В общем, все просто. Наливаешь воду в резервуар, включаешь и немного ждешь. При включении на корпусе мигает красный огонек. Нагревается отпариватель быстро. При нажатии кнопки пар он начинает чихать и выпускает струи дыма. Вводишь по изделию и гладишь. Не заменитель утюга, конечно, но на две рубашки и брюки вполне хватит. Пар, правда, подается рывками. Думал, будет постоянно дуть. Хотя, возможно, так и надо. А может и брак. А это беспроводная мини-мойка от Xiaomi. Давление этой приблуды, конечно, ниже, чем на мойке самообслуживания. Нужно понимать, мощность всего 180 Вт. Сначала тестировали ее на мойке самообслуживания, захватив с собой 5-литровки с водой. Мыть машину в минус 15 – то еще удовольствие, но с пеной результат вполне приемлем. Летом интересней. В целом уходит 30-50 литров воды на легковушку. А если постараться потереть губкой и не жалеть воды, то результат будет не хуже, чем на мойке самообслуживания. Случалось ли такое, что в самый неподходящий момент USB кабель переставал заряжать? Не так давно появился интересный кабель, который можно резать. То есть, если кабель перестал заряжать, просто достаем его из фиксатора и отрезаем изношенную часть. Далее вставляем кабель обратно и блокируем фиксатор. Подключаем кабель и видим, что он работает. Меня сильно удивил один момент – отремонтировать его можно только с одной стороны. То есть, если он сломался со стороны USB, его можно выкинуть. Какая-то несправедливость. Долгое время считалось, что грань между виртуальной реальностью, VR и дополненной реальностью, AR, размывается. VR и AR – это абсолютно разные устройства и с разным предназначением. Одни подсвечивают, вторые замещают реальность. То есть, в дополненной реальности ты видишь картину окружающего мира на дисплее шлема, испытывая полное ощущение реальности. Камера моментально превращает обычную обстановку в комнате в настоящее поле баталий из вашей игры. Стоит эта штука неплохо. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!